Свободы воли человек По учению богословов в Русской Православной Церкви, то свобода имеет три значения. Первое – это свобода воли. Свобода воли дана нам как богоподобным людям. И в этом красота человека, в этом его разумность, в этом его божественное величие. Он может что-то принять, что-то не принять. И даже бог насильно не может привести человека ко спасению. Нужна свободная воля человека. Человек должен выразить свое согласие с волей Божией и идти по этому указанному богом пути. Также и сатана не может увлечь человека насильно на путь погибели. Он тоже предлагает человеку соблазны этого мира. Но поскольку это обман, то, конечно, многие, попробовав, что это плохо, отвергают эти предложения соблазны сатаны. Поэтому очень для нас важна эта свобода воли. И ее необходимо употребить на достижении вечности, на достижении своего спасения. Если человек идет по Божьему пути, то это благо и ему, и его семье, да и всей стране. Второе понятие о свободе – это духовная свобода. Это свобода от зависимости. Конечно, сейчас мало кто говорит об этом, но мы знаем результаты этой несвободы. Мы знаем такие зависимости, как наркомания, курение, алкоголизм, игромания. И думаем, что это самые страшные пороки. Да, они страшные, но мы все находимся в зависимости. Что же такое зависимость? Зависимость – это ложная любовь. Вот понятие любви тоже очень широкое. И если человек полюбил или вещь какую-то, или другого человека, или деньги, или власть, или славу, или богатство, он приобрел ложную любовь. А любовь имеет такое свойство, что она ограничивает свободу человека. И поэтому человек становится зависимостью. Он теряет часть своей свободы и уже не может жить без объекта своей любви. Поэтому мы говорим, что зависимость должна быть только от Бога. Потому что Бог – высший разум. И то, что Он нам предлагает и советует – это все спасительно. Это служит созиданию Царства Божия в нашем сердце и достижению вечности. И третье понятие свободы – это права человека. И вот когда нам сейчас с Запада приносят свою лжекультуру и говорят о том, что права человека – это самое главное, и самые низменные чувства могут быть правами человека, то святейший патриарх Кирилл написал целую книгу, которую я советую всем почитать. Она называется «Права и достоинства человека». Да, право у человека есть, но оно не должно унижать человеческое достоинство и из богоподобного человека делать животное. Поэтому, когда мы совершаем какое-то дело, надо еще поразмыслить. Да, свобода – хорошо, но нужна ли нам такая свобода, от которой деградирует наша личность и деградирует все общество? Наверное, нужна та свобода, которая ведет к божественной любви, которая ведет в Царство Небесное и которая служит благополучию и каждого человека, и всего человеческого общества. Сейчас, конечно, существует в обществе проблема пренебрежения семьей. И когда люди говорят о том, что они находятся в гражданском браке, в свободных отношениях, то, конечно, это говорит о том, что исчезает религиозная культура, что понятие семьи превращается в развлечение. А семья – это, конечно, малая церковь. И поэтому мы, как христиане, стараемся сохранять семью, сохранять традиционные отношения между мужчиной и женщиной. И даже в нашей Конституции записано и в церковных установлениях, что семья – это созидается мужчиной и женщиной. И никаких других пониманий здесь не должно быть. Это просто безответственность жизни. Это тоже отход человека от принципов христианской морали, устоявшейся тысячелетиями. И здесь ничего хорошего не получится. Потому что если нет семьи, если нет потомства, во-первых, мы лишаемся своих молитвенников, которые будут за нас молиться. Мы лишаемся новых людей, которые будут созидать нашу страну, которые будут продолжателями веры православной. И поэтому вот на эти новые веяния, конечно, и церковь наша, и государство дает однозначный ответ, что семья – это самое главное, и семья должна быть крепкой, и семья должна быть малой церковью. И семья – это святыня, где, конечно, и не поощряются никакие измены, никакие нарушения норм морали, потому что здесь мы говорим о будущем всего человечества. Субтитры создавал DimaTorzok